В этом фокусе я буду использовать всего лишь несколько карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь карт. Мы можем попросить зрителя подснять эти карты, сколько он захочет раз, это абсолютно без разницы. И я сделаю небольшую подсказку зрителю. Среди этих карт одна очень сильно отличается от остальных. И задача зрителя просто не выбрать эту карту. То есть у него есть буквально семь карт, которые дают ему выигрыш. Но если он выберет именно ту, которая отличается, он проиграл. Он может долго подумать, выбрать какую-то. И допустим он выбрал, ну давайте даму пик он выбрал. И я покажу остальные карты. Заметьте, с этой стороны как бы они вроде все разные. Тут сложно заметить какое-то прям конкретное отличие или какую-то систему. Но с этой стороны все карты имеют зеленую рубашку. Однако зритель выбрал карту с розовой рубашкой. Соответственно он проиграл. Привет всем любителям фокусов. С вами как всегда Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень простой, но при этом эффектный ментальный фокус с картами. Сейчас мы уже перейдем к обучению. Ну а перед этим я прошу вас поставить лайк. И также, если вы не знаете, где купить самые качественные и только оригинальные карты, которые подходят для фокусов и кардистрик, то это магазин 54cards.ru. Там огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские, есть мой фирменный набор Неро Янг, в который входит колода Bicycle Standard. Самая лучшая колода для фокусов. И четыре специальные карты для особых трюков. Ссылочка на магазин будет в описании. Там только качественные карты с быстрой доставкой, приятными ценами. А также там отзывчивая администрация, которая поможет вам выбрать колоду по вашему бюджету и, естественно, по предпочтениям. Этот фокус можно оформить как угодно. Как предсказание, как ментализм, как внушение, как спор. То есть вы просите зрителя взять именно неотличающуюся карту. У него есть 7 шансов, так сказать, но он все равно проигрывает. Как оформлять дело ваше? Вам понадобится 4 карты с одним цветом рубашки и 4 карты с другим цветом рубашки. Я использую розовый Bicycle и зеленый Bicycle. Также самое главное, чтобы эти карты не повторялись. То есть возьмите 4 карты из одной колоды и 4 карты из другой колоды. И не должно быть пересечений. Иначе фокус будет очень странно смотреться. У вас будет 2 одинаковые карты и зритель уже может что-то на старте заподозрить. Мы складываем эти карты через одну. Ну, то есть смотрите, мы берем, допустим, зеленую, розовую, зеленую, розовую, зеленую, розовую, зеленую, розовую. Либо наоборот, это без разницы, как вам захочется. Также может быть наоборот, сверху розовая и дальше идет через одну. Итак, что я делаю, как я показываю этот фокус? С первым делом я знакомлю зрителя с картами. Ни в коем случае нельзя показывать рубашку карт в начале фокуса. Я просто показываю, что у меня есть 8 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Зритель это видит. Я их складываю и прошу взять где-то половинку и подрезать. То есть прошу его подснять. Либо, если вы боитесь, что зритель перевернет как-то карты и подсмотрит рубашку, хотя ему это вообще, ну, незачем как бы, но все-таки, то вы можете просто попросить, сколько раз мне подснять эти карты? Он говорит, шесть. И вы шесть раз, допустим, подснимаете. И так далее. То есть подснимаете, подснимаете, без разницы. Далее, сколько бы вы ни подснимали, ничего не переживайте, не изменится. После этого я либо делаю ленту, что я вам, наверное, не советую все-таки делать. Я советую в руках все это делать. Я прошу зрителя дотронуться пальцем. Не вытащить, а именно дотронуться. Потому что если он возьмет карту, так как я ее и так уже видел, он может посмотреть ее с двух сторон и заранее поглядеть рубашку. И тогда фокус получится, ну, не таким удивительным в конце. То есть я прошу его дотронуться. Допустим, он дотронулся до короля. Смотрите. Он дотрагивается до карты. Мы ее откладываем. И именно на этом разломе мы меняем карты местами. Это обязательно. То есть там, где он взял карту, мы разделяем. И та пачка, которая была снизу, идет наверх. После этого мы готовы делать следующее. Смотрите. Я делаю вот такой вот показ карт. И как бы кажется, как будто все карты имеют розовую рубашку. На самом деле нет. Как он работает? Мы отдаем карту одну в руку. Показываем ее. И в тем же самом моменте показываем вот так. То есть смотрите, я показываю вот эту карту. И вроде как вот эту. Но на самом деле я просто поворачиваю пачку. И выглядит это нормально. То есть я показываю низ пачки. Вот так. Разворачиваю. Кидаю эту карту. И кидаю верхнюю. Таким образом я прячу зеленую рубашку. То есть раз. И повторяем так. В конце у вас останется одна карта. Вы можете показать ее вот так прям хорошенько. И положить. Все, по сути, все готово. Давайте еще разок. То есть смотрите, карты у нас вот так вот лежат. Показали. Слеснули вот так в руку. Повернули обе пачки. Одну карту и пачку. Кинули отсюда. Еще раз. Кинули. Еще раз. Кинули. И эту карту показали прям четенько. Зритель увидел, что все карты розовые. И после этого вы щелкаете. И его карта зеленая. И все, на этом трюк заканчивается. Также может получиться так, как в демонстрации. То есть все карты будут зеленые, а одна его карта розовая. Это зависит от того, какую карту возьмет зритель. То есть смотрите, если быстро показать. Попросили подснять там несколько. И он выбрал, допустим, даму. Мы показываем, что все карты зеленые. Щелкаем. Его карта розовая. И все. На этом трюк заканчивается. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Смело ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. С вами, как всегда, был Неро Янг. Смотрите предыдущие видео. Всем удачи. Всем пока.